Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале с готовыми схемами заработка 100секретов.рф И сегодня у нас с вами очень интересная тема. Сегодня мы разберем такую новую нишу, которая уже обогатила многих людей. Это ниша радиомайнинг. Что такое радиомайнинг? Как он работает? Какие в нем есть риски? Вы узнаете в этом видео. Сперва небольшая предыстория. Более 10 лет назад всем известная платежная система WebMoney стала развивать коммерческие сервисы. Это были магазины, это были разделы кредитования. И эти разделы позволяли зарабатывать владельцам и пользователям системы WebMoney. То есть дополнительно зарабатывать. Так вот, был один такой малоизвестный раздел. Возможно, вы о нем даже не слышали. Это раздел, который сейчас бы люди назвали майнингом. Но в то время это был просто заработок на точках Wi-Fi. Как он работал? Ну вот представьте, человек проживает в крупном городе. Через его улицу идут в день тысячи человек. И это довольно древний год, когда не в каждом кафе есть бесплатный Wi-Fi. Когда за Wi-Fi надо было платить. Платить иногда 100-200 рублей к обычному обеду, чтобы просто посидеть 30 минут в сети. Так вот, налицо был дефицит интернета. А мобильные сети в то время давали интернет очень низкой скорости. Который не позволял делать какие-то серьезные вещи. Например, серфить, смотреть видео. Так вот, был дефицит точек Wi-Fi. Что предлагала сеть WebMoney? Она предлагала делать публичные роутеры. То есть, раздавать Wi-Fi из своей личной сети для пользователей по специальному протоколу. Были люди, которые занимались, так скажем, раздачей, майнингом. И были люди, которые могли пользоваться по специальному тарифу. То есть, они пополняли свой счет в системе WebMoney. И видели на карте сотни точек доступа в каждом городе, к которым они могли подключиться по единому недорогому тарифу для пользования интернетом. То есть, все были выигрыши. Люди получали доступ к интернету более простой, более доступный. Те, кто раздавал интернет с роутеров, получали вознаграждение. Но могло ли это быть сейчас? Во-первых, конечно, сейчас даже в маленьких городах есть очень много публичных сетей. Wi-Fi доступен и в транспорте, Wi-Fi доступен и в метро, где угодно. Сейчас есть нюансы. Сейчас Wi-Fi доступен по сим-карте. Во всяком случае, так происходит в Российской Федерации. То есть, для того, чтобы войти, нужна идентификация по сим-карте. И модель, которая была изначально предложена системой WebMoney во время свободных сетей, сейчас бы работать не стала. И это, пожалуй, первый подводный камень, о который может споткнуться современный радиомайнинг. Но не буду тянуть резину, покажу вам сейчас, что это такое. Давайте переходим для начала к бирже и к оценке потенциала радиомайнинга. Недаром это майнинг, он связан с криптовалютой. Криптовалюта Гелиум 21 доллар 33 цента. Рыночная капитализация составляет... Так, сколько же она составляет? Всего-то 2 триллиона долларов. 2 триллиона долларов. Это огромная капитализация. И это может быть признаком того, что данная криптовалюта будет расти. Но вот сейчас она скачет, она бешено скачет. То вверх, то вниз. Вчера она стоила 15 долларов, сегодня 21. Откатилась. На этих скачках спекулянты могут неплохо заработать. Но это в том случае, если вы умеете торговать на бирже. И вот такой вот цикл. Если мы возьмем полный цикл за весь период и посмотрим, как менялась криптовалюта, мы увидим, что период сладких ягод прошел. То есть, в тот момент, когда можно было купить по 20 центов эту криптовалюту, он закончился. Но те, кто разглядел в ней потенциал, сейчас заработали 100-кратную прибыль. То есть, человек, допустим, купил на 100 долларов этой криптовалюты, заработал 10 тысяч. Что же случилось с данной криптовалютой? Почему она так резко скакнула вверх? Почему она стала так популярна? Это связано с тем, что эта криптовалюта относится к криптовалютам за действие. То есть, человек выполняет определенные действия и за это получает награду. Я ни в коем случае не призываю вас продавать квартиру, покупать криптовалюту. Лично я считаю, что здесь риск равен возможному потенциалу прибыли. Наша задача в этом видео – разобрать сам принцип того, как это работает. И почему некоторые криптовалюты годами топчутся на минимуме, а некоторые растут. Потому что за этой криптовалютой есть определенная инфраструктура. И сейчас я вам ее покажу. Поможет мне статья с сайта Overlockers. Называется «Статья о бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Гелиум». Если существуют разные виды майнинга. Майнинги, которые ведут расчет криптопоследовательности. Майнинги, которые используют жесткие диски. SD-диски в Китае. Это очень популярный вид майнинга. Видимо, чтобы китайцы ушатывали SD-диски, а потом продавали их нам за Алиэкспресс. Потом, когда вы покупаете такой SD-диск, удивляетесь, почему он сгорел. Через две недели. А, возможно, он уже отработал в майнинге. Сейчас майнеры добрались до роутеров. И, возможно, скоро на рынке будет не купить нормальный роутер. Потому что все роутеры будут задействованы в интернете вещей. Как это происходит? Владелец сети дает возможность зарегистрироваться. И человек регистрирует, например, свой дом, домовладение. При условии, что в соседнем доме точка покрытия не зарегистрирована. Не нашелся такой же хитрый майнер. Дальше. Владелец радиосети раздает майнер, который не просто раздает интернет, а который раздает сигнал, принимающий участие в интернете вещей. Что такое интернет вещей? Например, у вас на кухне стоит чайник, который в режиме 24 на 7 слушает ваш разговор. И вы на кухне разговариваете о том, что чайник вроде как уже старенький, не устраивает. И надо бы купить вообще новый электрический самовар на 5 литров. Информация уходит в облако, обезличивается. И с каждого утюга, с каждой рекламы, с каждого гаджета, смартфона, айфона, айпеда вам начинает идти реклама мощного электрического самовара на 5 литров. Вы видите рекламу, покупаете, магазин, продавший самовар, становится богаче. Вы становитесь счастливым обладателем долгожданного самовара. Все довольны, все довольны. Облака собирают все больше и больше информации о вас. Они знают полностью вашу личность, ваши привычки. И они с первой попытки продают вам то, что вы хотите, то, о чем вы мечтаете. И то, о чем даже вы не знаете, не догадываетесь. Но искусственный интеллект уже за вас догадался и просчитал, как вам это продать. Поэтому вот такая вот перспектива 5G вещей. Но это лишь моя шутка и мое личное мнение. Так вот, друзья, давайте посмотрим. Сейчас мир находится на пороге. То есть создана инфраструктура для 5G, для интернета вещей. Но нету этого самого интернета вещей. И рынок хотят захватить разные компании. Кто-то захватывает с помощью смартфонов. То есть использует смартфоны для локации умных вещей. Кто-то пытается использовать вот таких вот майнеров, которые будут использовать роутеры. Будет ли майнинг вот этот накладин? Ну, конечно, нет. Потому что роутер потребляет 5-10 ватт. А сеть обещает выплачивать суммы, равные сотням долларов. При условии, что много умных вещей будет контактировать с этим майнером. Если вы живете в середине крупного города, где очень большие потоки людей. Где много умных вещей. Умные часы, телефоны. Все это проходит мимо вас. То вы можете очень неплохо зарабатывать. Но если ваша избушка на краю леса, то ставить радиомайнер, возможно, нет смысла. Ну, что ж, друзья. Вот такие вот сети. Человек может регистрировать несколько адресов. И на все в последующем. В последующем компания обязуется выслать бесплатно радиомайнеры. Сейчас же эти радиомайнеры доступны только за деньги. Причем за хорошие такие деньги. Вот покрытие планеты. Мы видим, что тут покрыто что-то. Что же это такое у нас? Это Европа. Возможно, Австралия. Но до России еще система не добралась. Вопрос возникает о том, что стандартные роутеры не могут пока выполнять функцию радиомайнинга. Хотя технически, конечно, проблем никаких нет. Но купить такой роутер сейчас возможно только за 50 или 70 тысяч рублей. И это напоминает определенную финансовую пирамиду. То есть, человек вкладывает хорошую сумму без перспективы отдачи. Однако, сеть уже работает. Майник внутри сети происходит. То есть, люди, которые имеют роутеры, что-то там получают. Ну, а остальные находятся в режиме ожидания. Я думаю, что сеть эта будет построена. У нее будет достигнута определенная капитализация. И она будет выставлена на биржу. То есть, ее оценят. Посмотрят, сколько точек доступа. Сколько майнеров готовы предоставить сеть. Ну, и кто-то может купить устройство сейчас и майнить. Кто-то может подождать 5 месяцев. Потому что устройства якобы на всех не хватает. Соскамится ли этот проект? Будет ли он как финансовая пирамида? Либо же этот проект станет полноценной сетью? Неизвестно. Здесь есть лишь вероятности. Одно я могу сказать. Что, допустим, в России этот проект будет сомнителен. Почему? Ну, вот я неспроста открыл этот сайт. Не потому, что мне нечего вам рассказать. Или я не могу показать вам свой материал. Дело в том, что меня заинтересовали комментарии. Вот читаем первый комментарий. Никого еще не привлекли за установку данного оборудования. Значит, еще никто не поставил. 97 ФЗ гласит, что установка публичных точек доступа разрешается при полной идентификации абонента. Да, то есть вы дома ставите радиочастотное устройство, передатчик, возможно, передатчик с незарегистрированными частотами. И при этом вы надеетесь на то, что вы будете жить в этом своем виртуальном пространстве и что-то там майнить. Но в любом случае, в любой стране нужно соблюдать законы. Поэтому установка такой точки может быть чревата. Ну, смотрим, что пишет еще дальше человек. За нарушение есть наказание с полной конфискацией имущества. Запрещено использовать оборудование, транслирующее радиосигнал свыше 100 метров. Тем более, следящее за IP-адресом абонентом. Странное оборудование. Может ли такое оборудование быть ботнетом? Да. То есть это может быть запрограммированная сеть, которая может передавать персональные данные. Создавание ботнет, вы можете дополнительно быть привлечены за данное деяние. А согласно закону, ну, как бы вычислить вас несложно. Ну да, конечно, если у людей вот этот интернет завязан на публичный, то, по сути дела, вы частный интернет, который предназначен для просмотра видео, там, пользования соцсетями, раздаете с непонятной целью. Поэтому люди, которые решили помайнить подобным способом, они не просто рискуют, не просто там вот человек, допустим, дома ферму держит, и у него там 5 компьютеров, которые сосут там 3 киловатта и майнят биткоин. Нет, здесь все гораздо сложнее. Вот, и если вы проживаете в России, я бы вам вообще не рекомендовался эту сеть ставить. Вот, без лицензии, наверное, такая деятельность классифицируется, как незаконная передача телематических услуг. Ну, вот, даже в первом комментарии человек уже что-то ответил. Пишет другой абонент, что есть вот подобные проекты, которые используют телефоны, как передающие узлы. Вот есть такой проект, я вам скажу, как БиЭс, который тоже использует телефоны, и 5 долларов в месяц платит просто любому человеку, который активировал на телефоне программу, раздающую интернет. Далее, ну, что мешает поставить дома, например, разработчики говорят, что на одну персону одна штука, на родственников с другими адресами. То есть, теоретически, если этот майнинг как-то легализуется в России, то, конечно, можно на маму, папу, бабушку, дедушку на всех поставить за отдельными адресами роутеры и доить их. Но мне очень сомнительно то, что данное оборудование может в России функционировать. Ну, потому что у нас уже есть монополисты и человек, который застолбил 5G-сети, всем известный банк, который будет развивать это направление. И который, я думаю, не потерпит вот такого вот постороннего оборудования. Однако, какие возможности для заработка я вижу лично? Во-первых, если вы понимаете, как работают тренды, как работают вот эти скачки криптовалют, вы можете сегодня заработать на колебаниях. Потому что каждый день эту валюту просто лихорадит. Вверх-вниз, вверх-вниз. То есть, можно на скачках в месяц зарабатывать хорошую сумму. И в перспективе здесь низкий риск от отката. То есть, если даже вы купили, например, валюту, а она потом просела, вы потеряли, закрылись с убытком, вы можете не закрываться, подождать немножко, и она, скорее всего, отскочит в плюс. То есть, здесь вероятность роста пока сохраняется для данной криптовалюты. Второй момент. Можно отслеживать подобные сети, которые будут работать в легальном поле, ну, однозначно, которые будут разрешены. Либо можно работать в подобных сетях партнерами. Какая здесь есть возможность? Смотрите, ребята. Я могу ошибаться, но сеть, не зря ее называют финансовой какой-то пирамидой, то есть, она платит еще и за рефералов. Или каким-то образом рефералы участвуют в майнинге. Так вот, вы можете пройти регистрацию в сети в России, не ставить никакое оборудование у себя, либо подать заявку, и это оборудование вам не пришлют в течение полугода. Но вы можете подключить, например, тысячу рефералов в Австралии, либо в другой какой-то произвольно взятой стране, и получать от них резидуальный дивидендный доход, который будет вам капать годами. То есть, есть страны открытые для подобных сетей, где нет жесткого регулирования, 5G, где рынок не поделен, и вы можете, в принципе, качнуть сеть там, и заработать именно на реферальных отчислениях, то есть, на подключении партнеров в сеть радиомайнинга. Вот так вот, друзья. Такие возможности. Сегодня вы узнали еще одну новую тему заработка. Я собрал для вас минимальную информацию, но она кому-то может принести деньги. Поэтому не поскупитесь, поставьте лайк. Для вас это ничего не стоит, а мне приятно. Поставьте лайк под это видео. Если вы впервые на нашем канале, подпишитесь. Вы узнаете самые новые и интересные способы заработка. Хороших вам заработков, друзья. И до встречи в наших новых видеообзорах.